Сегодня Славянск подвергся самой мощной атаке за все время противостояния. Один за другим удары по жилым кварталам. В числе погибших дети из опасной зоны невозможно вывести раненых. В осажденном Славянске сейчас нет воды, не хватает топлива и продуктов. Связь работает с перебоями. Нашему корреспонденту Александру Евстигнееву стоило больших усилий передать свой репортаж в редакцию. В этом доме во время арт-обстрела погибла пятилетняя девочка. Снаряд попал точно в трехэтажное здание недалеко от центра Славянска. Бывший купеческий особняк, ему 200 лет. Есть информация, что внутри находились семьи ополченцев. И судя по точному попаданию, в городе работает корректировщик огня. Они не закончат. Они закончат тогда стрельбу, когда нас сотрут с лица земли. Когда здесь останется равнина. Так долго и массировано Славянск обстреливали впервые. Продолжался обстрел не менее четырех часов. Потери среди горожан еще уточняются. Нам точно известно о гибели трех человек. Вот здесь, на строительном рынке, осколком убило 13-летнего мальчика. Он прятался от арт-обстрела за машиной. Мина попала в нее. Слез у меня уже просто нету. Просто-напросто нету. Что это такое? Когда это закончится? Кому обращаться? Скажите, кому обращаться? Эта женщина во время обстрела пряталась в подвале. Сейчас показывает разруху в своем мебельном магазине. Украинская армия и так называемая нацгвардия бьет по городу из минометов, артиллерийских орудий. Тяжелая артиллерия по жилым кварталам. Таким вот осколком сегодня погибла девочка Полина. Вот эти шесть человек – пленные солдаты украинской армии. Кировоградский спецназ и механизированная бригада. Самому старшему 28 лет, младшему 21. Их взяли без боя, когда солдаты шли к озеру за водой. И теперь двое суток они находятся в руках ополченцев Славянска. Находимся в камере. Вода есть, бытовые условия. Сад нормальный. Да дома бы их пустые, таких там посадить. Понимаете? И сидеть они там будут в более плохих условиях, чем здесь. Я думаю, пусть пока погостюют у нас. Чаю попьют, кофе. Подумают над своим поведением, над своей гражданской позицией. Все шесть человек утверждают, что на их руках нет крови. Но командование настраивало. В Славянске нет мирных жителей. Орудуют какие-то банды. По телевизору они показывали, что стреляют из артиллерии по городу, по центру города. Думали, что там стрелять по блокпостам, что там наемники. Но увидели, что это все не так на самом деле. Во время вчерашнего артобстрела Славянска сгорело и было разрушено несколько зданий. Вклад сельхозтехники, ангары, но главное электроподстанция и автозаправка. Скорее всего, по этим объектам огонь вели целенаправленно. Уже несколько суток в Славянске нет воды. Со вчерашнего дня нет еще и электричества. В магазинах на жаре начинают портиться продукты. Воспользоваться портативными генераторами могут далеко не все, поскольку ни одна заправка в городе не работает. Бензин – дефицит. С перебоями работает сотовая связь. А на окраинах сегодня ночью и рано утром по-прежнему были слышны выстрелы. Александр Евстигнеев, Дмитрий Киеновский, Алексей Оводов. Первый канал. Украина. Славянск.